Хе-хе-хе-хе, не начинай, пожалуйста. После последнего или первого нашего подкаста в Гамме завелось слишком много поклонников и теперь она не может отбиться от них. И мы никак не можем записать этот свой второй подкаст. Кама! 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 Иди сюда! Да? Вот. Зрители уже с нами. Надо общаться с народом. Все. Вы помните, это Кама, это я, Осет, и мы продолжаем колесить по улицам города. Надеюсь, сегодня с нами кто-нибудь подъедет или кого-нибудь мы подвезем. Тема нашего сегодняшнего подкаста это искусственное оплодотворение. Если вы хотите... И до конца я узнаю, что это такое. Нет, я знаю, но я процесс только не знаю. Я знаю, что это такое, но процесс не знаю. А вот скажи мне, как ты относишься вообще в принципе к тому, что мужчина как бы без женщины или женщина без мужчины, ну это кому как видней, имеет ребенка? Я так сказала бы, сейчас просто бывает экология, во-первых, да, и по здоровью, по состоянию здоровья или женщина, или мужчина не могут там иметь детей. В этом случае ты воспринимаешь нормально? Я воспринимаю нормально, потому что у нас все развивается, плюс еще нанотехнология, плюс еще медицина, плюс... Ну а как ты относишься к тому, что ладно, вот в случае, если экология плохая, да, я согласен, то есть он не может иметь детей, допустим, мужчина или женщина. Как ты относишься к тому, что, допустим, женщина живет долгое время... как ты относишься, например, к тому, что женщина, в принципе, достигла какого-то возраста, допустим, ей 35 лет, у нее нет мужчины, ну мужа, скажем, и она решает сделать искусственное оплодотворение. Как ты относишься к этому, что у нас еще не осталось достойных мужчин, что ли? Достойных мужчин, наверное, не осталось. Нет, достойных мужчин есть. На всех не хватает. По статистике, да, 5 к 1 или 7 к 1 сейчас? Нет, не 7 к 1. Или 5 к 1, да? Нет, нет, примерно 1 к 1. Ну там, получается, на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят, в принципе, так и осталось. Это у тебя здесь усталость, так? По идее, статистика говорит, от совсем другого. Ну как это? Что? Можно подумать, что на одну девушку, ой, на одного парня 7 девушек. А что это реально? Тем более здесь вам отец, ты их друг. Ну а вот, допустим, как ты относишься к обратной ситуации, когда мужчина, вернее, ну как бы, пользуется услугами суррогатной матери? А, когда мужчина пользуется услугами суррогатной матери? Ну да, то есть семья у них не может. Когда они в паре? Да, то есть у него, допустим, есть жена, но она не может рожать. Как ты, вот представь себя на месте жены, которая, ну, бесплодна. И смогла бы ты воспитать ребенка, который, которого выносила другая женщина, так же, как своего? Я думаю, что не только я, я думаю, каждая третья могла бы воспитать чужого ребенка, потому что, по идее, нету чужих детей, да, и как бы все, как бы, если правильно понять все, ну я отношусь к детям очень даже так правильно, потому что я сама работала в Центре детского развития, вот, я работала с детьми, и так что, ну не знаю, мое предусположение к детям, как бы, оно правильно, как бы, я, например, я, если от себя добавить, я могла бы с удовольствием воспитать, не то, что с удовольствием, если бы было бы такое, как бы, жизнь сложилась бы так, я бы воспитала в чужом ребенка. Ну вот скажи, вот представим, жизнь сложилась так, не дай бог, да, Павла, ты бы рассказала этому ребенку о том, что он не твой ребенок биологический? Это еще такой большой вопрос, потому что, это, наверное, еще, скажем так, от опыта, да, мне всего сейчас 22, и я сейчас не представляю. У тебя нет опыта детей? Да, и в этом плане, как-то, я не могу вот так вот рассуждать, но я примерно думаю, что если смотреть индийские фильмы, я твой брат сестра, да, лучше поздно, чем никогда, ну, наверное, они сами узнают, да, ну, вот как, допустим, Стив Джобсон узнал, что у него приемные родители, ну, то есть, не родные его, правда, переживал по этому поводу сильно, ну, мне кажется, что, если бы, сложилась такая ситуация, когда он был бы во взрослом возрасте, ну, допустим, был лет 22 ему, 23, быстрее, уже можно, думаю, рассказать, ну, правда, для него это был бы большой шок, но это уже взрослый человек может решать, правда, как сохранить это втайне до этого, ведь он не будет похож ни на маму, ни на папу, как с этим бороться? Вот представляешь, семейные фотографии смотришь, и говоришь, вот он, на кого похож, а ни на кого не похож. Ну, по идее, это как бы, ну, обычно бывает, что ей вот, когда общий ребенок, родной ребенок, он тоже не бывает похож, он бывает похож, скажем, как-то по генам, на дедушку, на бабушек, и так далее, например, и я тоже не на кого, а, нет, я на маму похож. Ну, какие-то такие элементы есть, которые непонятно на кого похожи. Ну, а вот, допустим, смотри, что ты считаешь лучшим, усыновить ребенка или сделать искусственное оплодотворение? Так, я так думаю, это что, блин, вот, я не знаю, я думаю, это что, наверное, все-таки усыновить. Я не могу объяснить, почему, как бы, этот процесс, этот процесс чего, оплодотворения? Нет, нет, оплодотворение, да, во-первых, оплодотворение, как я понял, это очень дорого. Да? Ну, я не знаю, Это очень дорого, потому что... Нет, я тебе... Вообще, в общем случае оплодотворение, это недорого. Идешь в клуб, у тебя 20 тысяч тенге вполне достаточно, я тебе скажу. Нет, это в общем случае. А искусственное оплодотворение, наверное, подороже будет. Так, сейчас мы ищем человека, которого нужно подвезти. Ну, не в смысле подвезти его, в плохом смысле, а в том, что в хорошем смысле подвезти до дома, до работы, куда вы там спешите. Сейчас мы будем проезжать мимо Муито, может быть, кто-то из студентов торопится домой. Мы сейчас как раз на развязке, вот стало темно. Выходим все. Недавно я услышала об искусственном оплодотворении, когда вот проходил благотворительный бал, он еще точнее будет проходить в апреле, да, если я не ошибаюсь, венский бал. Вот, они как бы вообще делают такое большое дело, они выделили определенную какую-то сумму для трех, ой, сколько это, для пар, в общем, для пар, которые не могут иметь детей, в общем, они это спонсировали. Я как поняла, они сказали очень большую сумму, и исходя от этого, я так думаю, что это очень дорого стоит. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. А сколько у вас там? Подожди. Так, да влезут все, наверное. Влезут. Итак. Так. Так, ты можешь так подкакать? Все, все ли? Все. Так, вот, отличная компания подобралась. Мы тут подкаст записываем. Видели, наверное, нет? Подкаст записываем. Да, вы видите, камера у нас впереди стоит. Подкаст. Подкаст. Сюрприз. За бесплатно, за то, что мы бесплатно вас довезем, вы нам будете рассказывать по нашей теме интересные вещи. Да. Вы же на кого учитесь? На программистов. На программистов? Нет, первое познакомимся. Вас как зовут? Зарина. Зарина. Жанья. Азад. Азад. Это Кумизжан. Ну, меня вы знаете. Асет. Асет. Ну, я просто в лучах Асет. Как хорошо, что подвернулись студенты из Муита. Я, в принципе, тоже студент Муита. И сегодня, для того, чтобы вы поняли, у нас тема такая не очень неоднозначная. Искусственное оплодотворение. Очень приятно. Что вы думаете по этому поводу? Ну, то есть, смотрите, в принципе, мы обрисовали уже картину, что искусственное оплодотворение, в принципе, оплодотворение, сам процесс очень интересный. Но в каких-то случаях не получается, да, у некоторых пар, по каким-то тем или иным причинам. А глупости смолы умерли. Да. Вы, если что, говорите громче, пожалуйста. Все хорошо. Вот. Давайте начнем с девушек. Что вы думаете по поводу... Не, на самом деле, просто мнение. Не обязательно прям... Хорошо, это плохо. Просто мнение? Да. Просто мнение ваше. Я так думаю, если совсем надо, то в принципе это неплохо. Если совсем надо. Если совсем надо. Ну, конечно, если хочется там детей, ты не можешь там... Да, например, не замужние женщины. Да, или... Они не хотят иметь контакт с мужчинами. По-самому, это не то, что ты замужние, это уже... Это боязни? Нет, почему? Просто бывают такие... Мужчины нехорошие? Или там... Ситуации вот такие... Все, которые потеряли там мужей, которые не хотят больше там иметь. Ага. Ну, то есть, это такой фантастического фильма, когда муж там сдал свое семя, пошел на войну, и семя осталось... Нет, не обязательно так. Нет, это вообще неправильно. Нет, просто возможно, что... Бывает то, что такие пары, то, что не могут родить, например. Бывает такие, что женщины, которые одинокие, но тем не менее, не хотят детей без мужа. Да. Ну, то есть, не нужны семейные отношения, просто хотят быть мамой. Мне немножко непонятно в этом случае женская психология. Как можно... Мне вообще трудно. Да, и в принципе... Сказал, парни поймут, их сложно понять. Хотят ребенка, но не хотят мужа. Ну, хотя, не знаю, вот почему такая ситуация. Это еще один... Ой, это еще один муж, это еще один ребенок. Да, когда можно только одного взять и быстро, и все. А как вот вопрос, вот оплодотворение искусственное или усыновить? Что бы вы выбрали? Усыновить не каждый примет тяжелого ребенка. Да. А когда ты сама рожаешь, это уже другое? Это чисто индивидуально. Я говорю, каждому чисто индивидуально. кому-то легче так, кому-то легче так. У меня, например, есть тетя, которая не хочет выходить замуж, не хочет иметь контакты, но хочет детей. Ага. В таком случае, я считаю, наоборот, это классно. Какой вы там идете? Это вам спасибо, удачи на дорогу. Все? Давай. В камеру скажи пока, чтобы тебя хоть раз лицо увидели. Пока. А как ты снимай, пусть он тебя найдет, да? Ладно, спасибо. Давайте. С поклонникам, читателям. Увидите себя скоро. Не дай бог, блин. Да. Давайте. Приведи бог, меня увидите. Пока. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok